Девушки отдыхают 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 Да, все районы у нас есть, в нашей области, ну, практически все районы, но там в той или иной части, больше или меньше, то есть у нас физически нет возможности объехать все, но вот эти там 132 организации, они составляют, естественно, не все то количество образовательных организаций, которые есть, а это и школы, и детские сады, и в том числе там у нас есть учреждения с круглосуточным пребыванием детей, вот. Есть там ряд районов, в которых, ну, естественно, больше организации у нас было охвачено, еще раз повторюсь, у нас нет возможности там физически там проехать каждый район каждый год, поэтому, если вы возьмете, ну, подобные части в разделах предыдущих лет, они посвящены там одним районам, да, то есть у нас там Северный Кост, Южный Кост, в следующем году там более внимание привлечено к другим, это связано с тем, что у нас были там либо обращения, либо у нас были совместные проверки, скажем, с прокуратурой, либо в рамках выездных приемов, то есть вот если мы выезжаем в район, там, выездной прием, да, то есть после этого мы едем по образовательным организациям, вообще по организациям района, все, что связано с детьми, вот, и обязательно эту тему питания отсматриваем. И еще это было связано с тем, что у нас не, по-прежнему не решается вопрос в окончательном варианте с питанием детей в детских домах, школах-интернатах, так как он должен решаться по нашему мнению. И питание детей-сирот, тех, кто у нас учится в колледжах и техникум, то есть вот в полном объеме мы это тоже отдельным вопросом вынесли. Мы в прошлом году выносили этот вопрос в докладе и в ЗАГС собрание мы направляли, и, собственно говоря, рекомендации у нас были определенные. Ну, к сожалению, тот объем финансирования, который должен был бы, по нашему мнению, выделить, был быть выделен, он выделен не был, то есть буквально два дня назад, я вчера об этом говорил, мы получили письмо от министра образования о том, что вот эта сумма на гособеспечение, она предполагается к увеличению там на 10 процентов. Мы, вот если вы возьмете, вот доклад перед вами лежит, да, я принес в студию, собственно говоря, мы запрашивали информацию конкретную, предметную по детским домам, то есть вот конкретный детский дом, конкретное двухнедельное меню, конкретные продукты и конкретная сумма, которая была затрачена на вот такой-то продукт, скажем, в прошлом году и, значит, там, в 2017 году. Почему в 2017? Потому что за все это время вот эта сумма была увеличена один раз на 10 процентов, а мы даем раскладку по продуктам, у нас есть увеличение сумм до 357 процентов за это время, то есть мы понимаем, что у нас мало какой продукт, ну, там, у нас там яйцо, гречка, говядина, за это время поднялись в разы. И каким образом у нас руководители детских домов должны справляться с тем, что у нас существуют очень четкие, понятные нормы обеспечения детей питанием, да, полноценным. У нас есть утвержденное, там, двухнедельное, там, 14-дневное меню, которое мы должны соблюдать. А можно перебью, да, сразу вот по поводу нормативов этих всех? Они соблюдаются и соблюдаются ли они в части, то есть там, условно говоря, БЖУ, да, или качество, ну, то есть одно дело, можно как бы соблюдать, что калории положенные число ребенок получает, но калории тоже можно получать по-разному, да? Нет, смотрите, что такое, давайте вот начнем с общего, да, что такое примерное утвержденное, там, 14-дневное меню, по которому рекомендовано работать, вот эту базу. Давайте начнем с того, что у нас в закон об образовании, в статье 37 возлагает организацию питания школьников на образовательные организации. То есть когда вот нас говорят иногда, мы сталкивались с тем, что мы приезжаем в школу какую-то, да, там, директор говорит, а у меня аутсорсинг, я к этому отношению не имею и вроде как бы нет, то мы показываем. Вы простите, мы, собственно говоря, показываем закон об образовании и говорим, давайте будем читать. Вот, возвращаясь к, что такое примерное утвержденное меню, то есть это как раз меню, в котором, которое раньше требовалось согласовывать с управлением Роспотребнадзора, вот, сейчас немножко это требование изменено, но там как раз оно делается для того, чтобы вот это сбалансированное соотношение белки, живые углеводы, объем, калорийность, это все было соблюдено. Это меню предполагает возможность изменения, но изменения там незначительные, там, есть условия, при которых мы можем менять один продукт на другой, мы можем менять немножко калорийность, там, вот первый день столько, второй день столько, но в течение пяти дней общая калорийность у нас должна соблюдаться. Сумма должна быть, которая... То есть вот такие вещи, Дарья, о которых, наверное, вы хотите сказать, с которыми мы встречались, о том, что там калорийность увеличивается исключительно за счет углеводов, например, да, за счет того, что там больше выпечки бухнули, да, и это сразу увеличило, там, калорийность. Вот такие вещи недопустимы, но мы с таким сталкивались. Ну вот вопрос в том, собственно, бывает ли такое, то есть насколько часто такое нарушение? Бывает, но вот то, с чем сталкиваемся мы, и мы подробно, еще раз повторюсь, у нас это расписано в докладе. Почему мы вынесли в отдельный раздел, потому что, ну вот когда нам говорят, а мы этого не знали, либо там не знаем, вот мы сейчас наставим на том, чтобы мы в электронном виде послали во все районы и в Министерство образования для того, чтобы, значит, вот хотя бы вот эта часть доклада была увидена всеми руководителями образовательной организации, потому что туда мы вынесли всю нормативку, то есть почему это можно, почему это нельзя, а вот конкретный пункт, там, почему нельзя использовать такие-то продукты в детском питании, где это сказано, вот, чтобы у нас отныне никто не сказал, там, а мы его не знали. А мы не знали, а мы не видели, да, не видели, почему там, хотя там пресловутое пальмовое масло, которое везде уже, там, да, говорит, заменители молочного жира, там, и там ряд других продуктов, они на слуху уже просто, ну, просто на таком, на обывательском слуху. Ага. Значит, основные моменты, с которыми мы сталкиваемся, это нарушение условий хранения продуктов, это большой процент нарушений, то есть это начиная от температурного режима, то есть когда у нас, ну, скажем, там, ну, такой один из ярких примеров, там. Ну, вот сейчас, если у вас докладят, там, часть молока заморожена, например, да? Ну, да, то есть... Замерзло молоко, хранится и замерзло. Замерзло молоко в морозилке, например, да, то есть там, с какой целью, то есть либо оно в морозилке сейчас, либо оно уже просроченное, и они потом его достают и используют в выпечку, вот, и, собственно говоря, а что, выпечку-то нельзя, и мы объясняем, так нельзя, то есть где это, где сказано, что вот именно в выпечку можно, допустим, просроченное, замороженное молоко, да. Либо яйцо при температуре, там, плюс 30, когда вот уже там сейчас теплое настает время года, да, и солнце припекает, то есть там несколько упаковок хранятся на окне, им задаем вопрос, а вы, собственно говоря, дома так делаете? И там, ну, кладовщик, там моментальный ответ, нет, конечно, а где вы храните яйцо? В холодильнике. Почему? Ну, потому что, ну, там, так принято, а здесь-то у вас что? То есть, и здесь вот у них такой, немножко такой диссонанс, потому что вот дома это дома, это для себя, а здесь это здесь. Либо продукция, ну, то есть, собственно говоря, в одном месте там сырое мясо и готовый салат, и вот, ну, правда, там, и когда вот капает там сырое мясо там со второй полки на первую полку, там, где готовый салат, да еще без крышки, то это, ну, это просто, на мой взгляд, такие дикие вещи. Второй момент, который вот у нас никак мы не можем от процента уйти в достаточно высокого этого, то есть, там, от одной пятой, там, до одной трети всех организаций, которые мы проехали, это дает нам просроченный продукт. То есть, от 20 до 30, 35 процентов. Ну, от 19 до 30 процентов, да, то есть, там, по разным организациям, просто мы, как бы, берем какую-то группу организаций, просрок, то есть, это либо каждый пятый, либо фактически каждый день. А что именно просрочно, то есть, это какие-то сухие продукты, или все же мясо, молоко? Нет, нет, это тоже молоко, те же яйца, у нас, к примеру, есть мясо, продукты, которые у нас, собственно говоря, предполагается, что будут использованы в охлажденном виде, да, то есть, они идут в глубокую заморозку, хранятся потом еще два года, вот, и это есть. И, опять же, конкретный пример у нас есть с фотографиями, то есть, вот, ну, вот... Люди не боятся брать на себя такую ответственность? Мы, когда, вот, задаем вопрос, там, часто, да, руководители, а вы не боитесь, ну, то есть... То есть, одно дело просроченные печеньки, да, другое дело просроченное мясо. Мясо, либо молоко у нас, собственно говоря, отравление, там, молочкой, это одно из самых тяжелых отравлений, как бывает, и вот у нас была ситуация по школе, когда, вот, мы приезжаем, там, 60 литров молока просроченного, там, ну, почти на месяц, но это не в этом году. Вот, в предыдущем, я говорю, ну, собственно говоря, ну, во-первых, откуда у вас столько, да, когда мы говорим, что мы, там, считаем каждую копейку, и таких, ну, столько... И такие объемы остаются, да, непонятно. И такие объемы остаются, да, то есть, это говорит о том, что мы, что у вас кухня со складом не дружит. Откуда, ну, то есть, первый вариант, откуда берется просроченная продукция, это значит, что нам требовалось условных, там, 40 литров молока, а мы заказали 50. 10 остается, потом еще остается, потом еще остается, и вот, когда приезжает, там, свежая партия, берут свои свежие партии, а вот это 10 литров первых, потом 20, потом это, они накапливаются. То есть, у нас рекорд просрочки, там, был свыше месяца молоко, я удивляюсь, как оно вообще там... А, пакетированные? Пакетированные, да, пакетированные, да. Вот, там, при сроке годности, там, порядка недели было. Вот, ну, то есть, ну, как вы не боитесь, у вас в школе, там, вот, там, в школе, та школа была по численности порядка 600 детей, ну, вот, вы не боитесь, что у вас из... Не все дети смогут пережить. Да, районный центр. Вот, смогут это пережить. Либо, вот, пример, из этого года, вот, конкретно, который есть в докладе, это тоже, там, крупная школа районного центра, современная школа, которая несколько, там, три года назад была открыта торжественно, вот, в которой, собственно говоря, мы выявили... У нас был совместный прием с прокуратурой, я говорю, ну, пойдемте, ну, по школам. Мы в эту школу, по большому счету, заходить и не собирались. Ну, понимаете, что в районе есть огромное количество организаций, то есть, в каких-то мы были уже, мы имеем представление, там, о пищеблоке и так далее, в каких-то не были. То есть, мы стараемся второй раз все-таки взять другие. А здесь у нас было обращение родителей по другому вопросу, там, по... Вот, и мы пошли по обращению. Ну, давайте зайдем, посмотрим, вот. И зайдем, посмотрим, закончилось тем, что мы выявили неучтенный, вот, неучтенный, вот, это вот такой самый момент, продукт, который вообще ни по каким документам не был учтен для захода на кухню. Это самая дешевая просроченная колбаса, которая была замороженная. А объем? Объем там, ну, вот, мы выявили несколько таких приличных палок этой колбасы. То есть, несколько килограмм. То есть, это не кто-то из работников заказал себе палочку домой? Из этой колбасы тут же была, ну, то есть, уже была, скажем, пицца изготовлена. То есть, колбасы, в принципе, не должно там быть, да? Во-первых, колбасы не должно быть в принципе. Во-вторых, ну, не должно быть просроченной и того качества, которое она, если бы она даже была не просроченной, не должно было бы быть. Вот, более того, еще раз повторюсь, по документам этот продукт у нас в школе не появлялся. То есть, это вообще там никакой образом не ущущенный продукт. Вот, значит, мы пригласили, тут же мы пригласили главу района, аутсорсера, который там из другого района за полтора часа долетел. Вот. И очень долго разбирались. Я так понимаю, что это в буквальном смысле долетел. Ну, да, там так очень быстро. Оперативно. Вот, вот, от Оричей до Зуевки уж назову район, да? Вот. И, но хотел бы отметить, что этого аутсорсера мы встретили там две недели назад, как раз в Оричи мы ездили. Вот, они, там была ситуация, в котором там неплохая, в принципе, женщина-аутсорсер просто не, ну, ослабила контроль за исполнителями вот здесь. Поэтому там вот по Оричам сейчас у нас вопросов не было. Там, они учли ошибки, она очень, ну, хорошо там, так по-доброму с нами сейчас разговаривает, потому что на тот момент она провела там жесткие, там, разборки, назову это так, внутри. То есть это сотрудники самого пищеблока, который был на аутсорсинге, они вот занимались такими вещами, ну, в том числе, там, по ее мнению, финансовые. Я все-таки картинку, мне до конца не складывается, это кто-то на пищеблоке сказал, давайте колбасы купим, мы будем из нее делать пиццу в том числе. Ну, то есть завпроизводством, и женщины, которые у нас занимались выпечкой, они, давайте, мы сходим. Есть у них один рецепт. Да, да, то есть где-то там они взяли эту колбасу, ну, на мой взгляд, то есть там в магазине, либо просто так взяли, либо за какие-то копейки, когда она в срок годности захачивается, засунули в морозилку, и потихоньку из нее там начали немножко себе такой маленький бизнес делать. Ну, который, естественно, проходил мимо аутсорсинга, аутсорсера самого, да, потому что этого, ну, этого продукта не было. Вот, ну, это вот такой, может быть, там, один из самых ярких случаев, но он есть, и это случай реально из прошлого года. Вот, смотрите, я не знаю, видели, не видели, пару дней назад появлялась тоже в сети история из Пермского края, где детям, школьники тоже обнаружили в каше червяка. Ну, то есть уже приготовленные каши червяка, и я начала читать, ну, то есть, ну, признаюсь честно, червяк меня не так сильно удивил, ну, то есть эта крупа, ну, бывает. Но потом я начала читать дальше, и выяснилось, что повар, который варил эту кашу, она этих червяков видела, то есть они всплыли при варке. И так сойдет. Она решила, что в процессе варки, ну, то есть она тех, кто всплыла, она их выкинула и продолжила варить вот эту вот кашу. И, причем, самое интересное, что огласку этой истории придала учительница, которой дети пожаловались на этого червяка. И как вы думаете, кто оказался самым виноватым? Учительница. Учительница, потому что она, а, вынесла ссоры из избы, б, нужно было все это дело решить, ну, давайте будем называть ее сейчас именами, замять, да, внутри, как бы, этой школы. Вот насколько часто вообще такие ситуации, нужно ли, да, это придавать огласки, да, или это действительно нужно решать где-то вот в кругах профессиональных людей, я не знаю, да, тех, кто задействован в питании? Вот смотрите, мы эту информацию максимально стараемся довести до всех. То есть, во-первых, когда мы едем в район, то есть мы обязательно в главе района, если там это муниципальная, у нас еще проблема в том, что у нас есть муниципальная образовательная организация, есть государственная. То есть, у нас две школы, одна государственная, вторая муниципальная, и вот... В государственной смысле, в областном подчинении. В областном подчинении, да, и вот, ну, буквально фраза там недельной давности, вот, районное управление образованием говорит, то есть, если раньше мы контролировали эту школу, то есть, мы можем там, могли зайти и так далее, и так далее, то сейчас у нас этот контроль потерян, потому что она государственная. Там сейчас образовательный округ, а человек из этого округа, он в этом районе не присутствует, он в другом. То есть, вот, в этом тоже есть проблема, нам бы как-то обратно соединить вот это звено, то есть, у нас, что значит, там, та или иная, там, школа, те или иные дети, да, это дети все этого района, а вот, что могу привести пример, немножко сейчас отойду в сторону, вернусь. В Вятских Полянах у нас была ситуация, там, несколько лет назад, школа, две школы, лицея и гимназия, значит, одна школа государственная, вторая муниципальная, значит, на прием пришел папа двух детей, они, собственно говоря, многодетные, вот, один ребенок учится в одной школе, в муниципальной, а вторая, вот, они рядом стоят, там, 50 метров расстояния буквально, да, а второй, там, мальчик-девочка, а второй учится в соседней, в государственной. В государственной кормят ребенка, а в муниципальной не кормят, потому что финансирование разное, ну, бесплатное, бесплатное, да, то есть, а в муниципальной нет, то есть, там, район на себя не может взять, то есть, это вот ситуация одной семьи, она для меня, кажется, абсурдной. В общем, родители смотрят, один ребенок растет, а другой как-то не растет. Ну, то есть, ребенка нам надо, он говорит, ну, что нам, этого ребенка надо перевезти туда же, но она хочет учиться здесь, вот, ей больше профиль нравится там, а вот там ее будут кормить, а здесь не кормят, вот, и, собственно говоря, возвращаясь, там, обратно к ситуации, там, кто смотрит, кто не смотрит, как это, как к этому относятся, вот. То есть, мы в районе всегда говорим, то есть, ну, с нами едет, обязательно мы с собой берем представителя, там, либо там, замглавый район едет по, соответствующий, курирующий с нами, либо управление образованием, вот мы говорим, вот мы сегодня с вами можем проехать, ну, там, условных, там, семь, восемь, десять школ у вас, там, и детских садов, у вас их всего тридцать, то есть, если мы видим проблему, ее видим, там, общую для вот этих десяти, там, например, там, в половине из них мы нашли вот то-то, там, эту же просрочку или нарушение слова. То я вас уверяю, что если бы мы поехали не в эти десять, а в те, то проблема была бы аналогичной, потому что это, ну, статистика, это такое. Поэтому ваша задача, вот мы уезжаем, ваша задача проехать все остальное и сделать так, чтобы этого не было. Наша задача показать все-таки проблемы, которые там есть, подсказать, и это есть. Дальше мы стараемся вынести этот момент, там, на селектор, на общую, то есть, у нас был общий селектор со всеми, там, руководителями, мы это доносим, пожалуйста, обратите внимание, пожалуйста, посмотрите. Потому что проблемы типичные, повторяются. А насколько хватает вот этого вот, посмотрите, исправьте, сделайте. Вот это твердые руки из областного центра приехали? У кого-то, ну, у кого-то хватает, а у кого-то, собственно говоря, там, ну, через какое-то время не хватает. И, опять же, подход человеческий. У нас такое, вот мы, там, в аппарате у нас есть замечательная такая, не знаю, крылатая фраза. Вот мы, знаете, запоминаются люди вот. Мы были в одной из школ, и, да, там был аутсорсер. Там такая, момент еще, что это закрытое территориальное образование, то есть, ну, вот, собственно говоря, и такая добрая женщина на кухне. И вот там у нее вот был такой, знаете, вот такой кошмар, все, что можно. То есть, в каждом холодильнике была просрочка. Там какие-то готовые, не готовые слова. То есть, это такое просто вот в каждом помещении, это такое просто было, ну, правда, мы такого давно не видели. Для проверяющего. Мы много видели, но вот, как бы, да, то есть, это просто какой-то был... Средоточение респондентов всех грехов. И когда мы, собственно говоря, даже на месте, вот, ну, опять же, с нами были представители администрации. То есть, они своими глазами, мы всегда говорили, вот, смотрим своими глазами. Вот, мы всегда берем с собой свидетелей. Знаете, не то, что было там, что там Владимир Валерьевич там, да, один как-то втихаря съездил. Да, что-то показалось вам, да, там где-то вот это, вот это, вот это. Как нам тут отвечали, там, нет, у нас там в пробы не одну котлетку положили, а там только одну, а так-то их было две. Вот. Значит, и вот эта женщина, когда мы говорили, ну, слушайте, ну, нельзя ведь так, да? Значит, замечательная фраза. То есть, я вообще ничего не смутила. Ну, и что там, это, дайте сюда, дайте вот это. Я семерых вырастил. Дайте мне мой салатик вчерашний. Я 23 года в общепитии, еще никто не отравился. Вот. То есть, вот это все, то есть, вот эти вот, я 23 года в общепитии, никто не отравился. Чисто советский какой-то дух. Это вот такое все, то есть, вот там, собственно, мы понимаем, что вот с нашим отъездом не изменится ничего. Вот это самое страшное, да, то есть, это не когда люди осознают, что они делают нарушение, но идут на это нарушение по каким-то причинам, да, внутренним или внешним, вынужденным, невынужденным, каком-то там корыстное желание или еще что-то, когда человек совершенно искренне уверен, что в том, чтобы выловить из детской каши червяка и продолжить варить эту кашу, ну, ничего такого нет. Они съедят все, ну, что, есть такие люди, да, действительно, их, ну, их не большинство, но есть, которые говорят, и так съедят, ну, и что, там, вы своим детям вот дадите такое, ну, это же мои дети, а это, собственно говоря, и проблема, конечно, осложняется тем, что все-таки уровень, уровнем открытости этого всего, далее вот мы с вами говорили там перед эфиром, если там вы идете, допустим, ваши дети в дошкольной образовательной организации, да, то есть, вы идете, вы как родители, мы с вами можем увидеть это меню в группе, то есть, оно висит в группе, и, по крайней мере, мы можем примерно там спросить когда-то у детей, а было ли у вас сегодня это, и было ли вот, ну, точно ли это было, да, когда дети говорят, не-не-не, яблок у нас сегодня не было, мы понимаем, что, наверное, их не было, вот, в школах ситуация сложнее, когда мы говорим, говорили о том, что у нас родители имеют право знать, собственно говоря, как организовано питание детей, и вот сейчас, когда у нас говорится о том, что, да, мы усиливаем родительский контроль, каким образом? У нас родители доступа в школу не имеют, еще раз, не имеют не то, что доступа на пищеблок, а в школу у нас турникет, да, ты можешь там на родительское собрание прийти и так далее, меню в зоне доступности родителей у нас нет, именно поэтому, опять же, у нас есть отдельный пункт, это доступность... В детских садах есть, потому что в детских раздевалась, да. Еще раз, вы в группу приходите, в группе висит, в школе нет, и поэтому мы вот, опять же, в докладе, называясь докладу, мы отдельно вот этот пункт туда отметили, то есть доступность, мы провели мониторинг, на сайтах каких школ, на сайтах каких школ есть это меню, потому что единственный доступный способ у родителей сейчас, это сайт, это первое. Второе, не только утвержденное примерно меню, а меню актуальное. Мы говорим о том, что родители, я как законопоседатель имею право знать... То есть, что конкретно было, да, что конкретно было. То есть, потому что вот это примерное меню, оно может быть скорректировано, и в этот день возможна замена. Но, простите, если моему ребенку нельзя курицу, у него аллергия, а можно там, говядина-то можно, я как родитель имею право знать, что будет замена, и что вот моему ребенку это нельзя. И это очень большая проблема, как раз проблема для детей, для родителей детей с пищевыми особенностями. Это тоже пункт, который мы отдельно вынесли, и мы отдельно вынесли, у нас есть таблица там по районам, две колоночки, данные Министерства здравоохранения и данные Министерства образования по количеству детей с пищевыми особенностями, которые тут есть. И эти цифры не сходятся. То есть, у нас есть дети, которым по медицинским показателям нельзя вот это, вот это, вот это, но этих детей в школах у нас нет. Ну, вот на бумаге. Опять же, последний пример. Вот я вчера начинал, там вкратце, да? Да, в процессе нашей беседы в эфире, да, в чашней программе. Вот пример, у нас государственная школа, вот один из последних районов, мы приезжаем, да, повторюсь, может быть, слушатели вчера слушали наш разговор, но ситуация, когда мы спрашиваем директора, школа большая, хорошая, там столовая как бы хорошая, все, ну, вопросов нет. Но когда стоит вопрос, есть ли у вас дети с пищевыми особенностями, там, родители, которых предоставили документы, которые принесли, он говорит, нет, нет, если в случае чего мы принесут, директора хорошая, правда, вот она искренне говорит, документы, мы, конечно, организуем им питание, но отдельного меню у нас не разработано, поскольку таких детей нет, а меню должно быть разработано. Вот, поэтому... Даже если детей нет? Ну, если дети есть, то оно обязательно должно быть разработано. Здесь, ну, пока детей нет, мы не можем их заставить, там, он говорит, ну, у нас и потребностей нет, здесь хорошо, но здесь-то в данной ситуации, то есть мы идем, ну, в ходе, вот, посещения всей школы, мы в том числе берем, там, медицинский блок и спрашиваем медика, она говорит, вот у нас, у нас есть, там, Иванов Петров Сидоров, ну, не называй фамилии, но у нас есть дети, да, родители, которых справки предоставили. И здесь у нас возникает вопрос, и... Почему медик знает? Почему медик знает? Руководитель... То есть, дальше вопрос, вам эти справки кто дал? Ну, то есть, родители сами говорят, нет, классный руководитель. То есть, классный руководитель эти справки собрал. Круг замкнулся. Медику передал, и на этом все закончилось. То есть, дети начальная школа. А это, вот здесь особо подчеркну. А родители, я перебью, родители думают, что детей кормят в соответствии с их пищевыми особенностями? Родители, родители со своей стороны это все предоставили. То есть, к сожалению, у нас не было возможности поговорить с родителями, потому что, ну, это персональные данные, то есть, мы не знали, кто это, пока родители сами не обратятся к нам. Вот. И какие там пищевые особенности у детей? То ли это, то ли это, то ли это. Там вариантов несколько. Если ничего там не предпринимается, например, там, ребенок с сахарным диабетом, либо исключает, он там знает, родители говорят, там, у тебя сегодня там сладкий чай тебе нельзя, например. Это нельзя. Либо там безглютенчики, там, макароны, все, ты не ешь, ты ешь лист. То есть, родители выкручиваются вот таким образом, да, и ребенок просто в школе не ест. И вот у нас есть дети, которые, ну, с ситуацией сталкивались. Прошу прощения, 30 секунд у нас на рекламу пора идти. Заканчивайте. Да, значит, когда ребенок просто в школе не ест, а у нас галочка стоит о том, что у нас все дети обеспечены, там, бесплатным горячим питанием с первого по четвертого класса. А ребенок просто приходит в школу и не ест. Потому что замены нет, и ему это нельзя. И здесь, еще раз, на последнем примере, родители со своей стороны выполнили свои, ну, то есть, те требования, которые должны быть, они эти справки принесли. Но сейчас, ну, после нашего приезда, нашего вмешательства ситуация там изменилась. Владимир Шабарзеев, мы полномоченный по правам ребенка в Кировской области, гость нашей передачи, говорим об организации качества питания в школах и детских садах. Продолжим через полминуты. Продолжаем нашу беседу. Возвращаясь к проблемам, мы так конкретными историями хорошо так это все снабдили, да? Просрочка, нарушение температурного режима, Владимир Валерьевич. Дальше, если говорить. Продукты, запрещенные использованию для детей. Запрещенные, да. Колбаса, варенка, сгущенка, которая на жире, на таком, который нельзя, маргарин, жилованное мясо, ну и так далее. Там целый перечень есть, ну, собственно говоря, чего нельзя. Дальше нас начало волновать то, что вот, ну, процент вот этих запрещенных продуктов, он увеличивается. И момент, это громовка. То есть, это фактически... То есть, сколько выдается в весе, да? Да, сколько выдается в весе. Сколько выдается в весе. И если мы смотрим по нормативке, там, по граммам, сколько это должно быть, да, вот, то, там, рекомендуемая, там, порционка, там, в граммах, то она не соблюдается. То есть, мы, ну, вот если брать, там, по докладу прошлого года, да, у нас там есть пример этого же, там, кадетского корпуса, да, когда при норме, там, питания для детей в определенной громовке, у нас там был салат порядка 50 граммах, а он должен быть, там, в два с лишним раза эта громовка должна быть больше. Сейчас, вот, в мае мы проехали, в последних, там, двух районах, там, тенденция, ну, если, там, в меню есть помидор, то мы понимаем, что порционно он идет в два-три раза меньше в детских садах, чем положено. То есть, и это, это в меню уже заложено. То есть, мы это видим в меню. И половинка, и четвертинка. То есть, это, там, ну, там, не более, там, 30 грамм, потому что подорожало, потому что это, это, и это в меню уже сейчас, в меню не скрывается. Если мы сейчас берем меню, даже, которое есть, там, на сайте, там, в открытом, и это, ну, хорошо, мы уже, не выезжая в этот детский сад, мы можем увидеть, что, там, громовка, это уменьшена. Хотя, опять же, есть примеры у нас, в околе с прошлого года, там, в меню у нас стоит, там, закуска, там, 40 грамм, вот, там, пример, там, по селедочке, там, у нас было, то дети селедку не любят, поэтому вместо 40 грамм мы кладем 14. А вот, то есть, спрашивается, где остальное. Но все-таки кладут на селедку. Но кладут, но остальное-то в баночке, в холодильнике бережно хранится. То есть, куда это дальше идет, мы не знаем. Я думаю, знаем. И вопрос в том, что, почему они это делают? Да, мы не предупреждали о том, что можем, в том числе, и подключать наших слушателей. Но раз уж звонок появился, давайте все-таки поговорим по делу, только исключительно, да, и соблюдая тематику, да, и тайминг определенный, потому что времени не так много. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Да, добрый день, слушаем вас, как вас зовут? Меня зовут Валентина, я вот вчера слушала и сегодня слушаю. Вчера мне не понравилось, что народное мнение, но ни одного народного мнения было, потому что официальные лица были. Валентина, давайте конкретный вопрос. Да, конкретно. У меня предложение. Вот в советское время при каждой школе все было столовое. Столовая была. Не с комбината привозили продукты, а именно конкретно в столовые. Поэтому здесь легче всего, всего, все проследить. И вот дети, вот у меня внучка действительно, она с пищевым там у него, то это не любит, другое ее трудно накормить, да. Так вот, в школе учитель знает и знает и повара это. А когда привозят, когда эти продукты через весь город куда-то там еще водят, то через сколько рук проходит, там действительно не только там эти червяки там не знают. Понимаете, в чем дело? Да, но Владимир Валерьевич говорил, что не все, далеко не все учебные учреждения завязаны на комбинат питания, правильно я понимаю? То есть многие работают именно вот по той советской системе, как вы говорите. Да, это не стопроцентная ситуация. Это не избавляет от проблем, проблемы там те же самые, аналогичные. Но у нас, не все школы у нас работают от комбината, да? Не все, у нас даже в городе, не все школы у нас организовано питание от комбината питания. У нас есть, по-прежнему остались свои столовые, в частности, вот мой младший учится в школе, у них полностью готовят здесь своя столовая. Так что, к сожалению, обитель вселенского зла не комбинат питания. Ну, а я давно слышу, что вроде все комбинат, комбинат, тут у меня дети кончили 30-ю школу, там у них была своя школа 30-я. Есть, есть такие примеры, Валентина. Спасибо за замечание, да, вот проговорили еще раз о вашем моменте. Это проблема, на самом деле, которая просто поднимается более активно жителями города Кирова, да, где у нас много. На самом деле, когда спрашивают, неоднократно задают вопрос, что лучше там, аутсорсинг, либо там своя столовая, я говорю, у нас есть прекрасные примеры и аутсорсеров, и прекрасные примеры своих столовых, но у нас есть отвратительные примеры и аутсорсеров, и своих столовых. Здесь все зависит. Не в этом дело. Не в этом дело, все зависит. Аутсорсинг – это только одна из форм организации питания. Я могу привести пример отличных аутсорсеров. Вот мы были, Суна и Нема, это вот такие дальние, маленькие районы, где крупный аутсорсер просто не пойдет. Ну, вот имеется в виду, там, по количеству школ, в принципе, вот. И аутсорсер, вот очень долго мы с ним, 53, наверное, проговорили, вот задержались в одной школе, вот он такой мужчина, он до этого занимался, у него были там несколько магазинов, а он два года организует питание в двух только школах, одна в одном районе, другая в другом. Вот. И он настолько тщательно, вот я просто, ну, как вот пример, я даже в министерстве сказал, там, запишите ИП такой-то, вот он настолько подходит просто как к себе, как по-человечески. И я не мог понять, там, почему, ну, как бы, не то, чтобы понять, почему, я бы, на самом деле, это оценил, а вот это, Владимир Владимирович, а вот это, а вот это, ну, там, советовался, мы все нормы Сенпин разобрали, я вот это. И у него, он действительно, там, двое детей с пищевыми особенностями в школе, он организовал питание, ну, просто такое, вы знаете, там, близко к идеалу, вот. Вот. И он потом, ну, как бы, под конец, говорит, вы меня не помните, я говорю, ну, у нас действительно, у нас очень большое количество обращений, я сказал, 4 года назад вы мне очень сильно помогли, у него, у самого ребенок с пищевыми особенностями. И я вот тогда, как отец Селезетта, все прошел, вот, и там, вижу, что вы действительно тот вопрос решили, и вижу, что здесь вы пытаетесь, ну, очень активно решать, поэтому вот им, и он, мне нужна ваша помощь в плане консультативной. То есть, вот он, он, это правда, у меня такое, правда, такое, пробрало, да, что-то, душевно очень, да, душевно, вот, и человек искренне пытается это все сделать, он видит, почему, он видит, например, свое собственное ребенка, и он хочет это сделать для остальных. Вот, поэтому у нас есть примеры, там, прекрасных аутсорсеров, но есть, к сожалению, примеры, которые, аутсорсеров, которые, там, нет, и не только в образовательных организациях, когда у нас пошла, там, тоже где-то месяц назад информация, там, по перинаталке, по перинатальному центру, что там, там, проблемы с котлетами привозят, да, аутсорсер, в детской областной больнице был свой пищеблок, сейчас тоже, возят они из Ганина аутсорсер, привозят и здесь уже, как бы, передают. И вот этот, ну, тоже большой больной вопрос, когда готовятся на месте, там, это одно, насколько технология может быть соблюдена, насколько, там, качество и так далее, и так далее, и так далее. С одной стороны, с другой стороны, вот, как раз, склад большого аутсорсера зачастую контролировать-то проще, то есть, уж если пришла партия какого-то мяса, там, вот, она, там, единообразна. Вот, то есть, здесь есть свои плюсы и свои минусы, здесь, на самом деле, нужен просто, ну, там, более, там, жесткий контроль. И вот те моменты, о которых мы говорили, мы бы хотели, чтобы нас услышали. То есть, вот, если мы о чем-то говорим, мы, собственно говоря, сопровождаем это, там, официальными документами. У нас есть официальные, там, акты после нашей поездки и Роспотребнадзора, и мы берем с собой представители, там, тех структур, к которым эти учреждения относятся, для того, чтобы не вот конкретно, что у нас вот в такой-то школе вот такая-то проблема, а то, что вот эта проблема у нас комплексная, у нас есть в других. Давайте сделать так, чтобы ее не было на следующий год. Но, к сожалению, процентное соотношение, я заканчиваю уже, да, у нас год от года не сильно меняется, к сожалению. Такое, именно... Три минуты у нас остается. А деньги? Денег хватает. А пять минут у нас еще есть. Денег хватает на то, чтобы выполнять все вот эти требования. Возможно, проблема эта не меняется, потому что... Смотрите, что касается, там, двух больших нарушений, значит, это просрочка и нарушение условий хранения, это не имеет никакого отношения к деньгам. Это человеческий фактор. Здесь вопрос не в деньгах. Абсолютно, да. Когда мы говорим. Второй момент, где денег, там, начинает не хватать. Это, вот, последний месяц, прямо, обращение существенное, там, детских садов. С конец учебного года, да? Конец учебного года. В принципе, то есть, вот, с учетом подорожания продуктов, им не хватает родительской платы, которая идет на питание. То есть, они не могут уложиться вот в этот цифр. И второй момент, самый большой и больной для нас, еще раз подчеркну, мы об этом дважды уже, на протяжении двух лет, выносим отдельно. Это вопрос питания наших детей, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Там есть определенные нормы. Там они, собственно говоря, должны быть обеспечены полноценным питанием. И та сумма, которая выделяется у нас на государственное обеспечение, там, порядка, там, ну, 90 тысяч рублей, она идет на питание, на одежду и обувь два сезона, на проезд и еще на ряд расходов. Значит, та сумма, которая, калькуляция, которую мы сделали на осень прошлого года, хочу это подчеркнуть, то есть, она свыше 100 тысяч рублей только на питание. Мы вот этот блок взяли, то есть, соответственно, вот этой суммы, ее просто физически и фактически не может хватать на питание. И даже с увеличением, там, на 10%, которое предполагается, там, по-моему, с 1 июля, ее не хватает. Мы знаем это, и мы ситуацию, ну, постоянно это мониторим. Ну, видимо, в тех же детских садах все идет к тому, чтобы снова плату поднимать, как это было у нас с 1 мая. Ну, смотрите, да, вот по поводу платы. То есть, вот в договоре, я не знаю насчет школ там, да, по крайней мере, если говорить о дошкольном образовании. То есть, вот договор, который я заключаю, в который я недавно подписывалась о том, что вырастает вот эта цена, то есть, в договоре написано, что это присмотр и уход, то есть, не питание. Но почему-то каждый раз, когда правительство, там, я не знаю, Министерство образования обосновывает, да, почему есть та или иная какая-то системная проблема, говорят, подорожали продукты, а вот вы платите вот такую-то сумму, и вот ее на это не хватает. А почему бы не назвать уже вещи своими именами, не сказать родителям, что вы платите за питание, вы платите такую-то сумму, а на день ребенку требуется такая-то, и давайте что-то менять. То есть, либо родители будут больше платить на питание, иначе получается, что вот у меня договор на руках, в нем написано присмотр и уход, но мои дети едят одну капусту, и мне объясняют, что я плачу мало, поэтому мои дети едят капусту. Ну, вы платите, по крайней мере, по факту, вот сколько дети ваши съели, как бы, ну, там, вот сколько дней. Ну, например, сколько ты дней пропустил, ты заплатишь меньше. Ну, две недели назад в одном из районов мы столкнулись, но этот район сейчас, наверное, остался единственной ситуацией, когда к нам обратились родители, что у них существует система авансовых платежей, то есть за месяц вперед, вот, и мы, собственно говоря, был рядом прокурор, то есть прокурор, сразу же мы договорились, он носит протест, ну, потому что пришла мама, и ей, у нее двое детей, и ей сложно, как бы, текущий и авансовый еще платить вперед, и никто не знает, какое количество там дней эти дети отходят. Так не должно быть, да? Нет, у нас же законодательство, по-моему, все построено, мы должны по факту выполненные услуги платить. Слушайте, это же услуга, которая оказана, почему платят за неоказанные фактические услуги? У нас минута остается, да. Минуту можем еще говорить. Вот, поэтому, нет, в этой ситуации у нас был прокурор, мы тут же договорились о вынесении протеста, нормативку мы все взяли, показали, то есть, и более того, у нас присутствовало управление образования района, вот само управление, они, собственно говоря, это их головная боль и есть, то есть, там необходимы изменения своей же внутренней нормативки, они не могут добиться от администрации района, там, которая предыдущая, видимо, это все вводила, вот, чтобы это было сделано вот так вот, они все говорят, у нас там будет кассовый разрыв, или так далее, и так далее, и так далее, мы объясняем, какой кассовый разрыв, там, ну, немножко, там, другие вещи, вот, мы, там, вот, за этим круглым столом, мы, там, общее-то понимание нашли, ну, достаточно быстро, там, просто глава района, ну, новый, да, который, там, не очень, вот, этой предыдущей ситуацией владел, вот, а мама говорила, у меня нет таких денег, чтобы, ну, там... Еще и проплачивать. Да, то есть, был текущий, и еще и вперед авансы, то есть, у нее, там, там, порядка 10 тысяч, надо было поплатить вперед, а там, мама бюджетник с небольшой зарплатой, вот, поэтому... К сожалению, приходится, да, нам завершить, да. Я вижу... Да, я понимаю, что о многом мы просто не успели сказать, в том числе, говорили, хотели поговорить о планах, тут уже у нас летняя здравительная кампания начинается, но уже не успеваем, да, к сожалению. По летнему одному соберемся, когда, думаю. Мы работаем, начиналось, да, первые дети поехали, поэтому мы начинаем работу по летней здравительной кампании. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в нашей области, спасибо большое. Спасибо. Сейчас у нас тематические программы, новости, разворот продолжится через 15 минут.